Всем привет, дорогие друзья. Недавно мы выясняли на канале, какое максимальное давление выдерживает самая обычная прозрачная зажигалка. Выяснили, что эта самая дешевая зажигалка выдерживает избыточное давление 28 атмосфер. Я был просто в шоке. Просто не поверил своим глазам. И в комментариях к тому видео люди просили проверить еще какие-то зажигалки. Кто-то просто говорил абстрактно, проверьте популярные зажигалки. Кто-то называл какие-то конкретные марки. Крикет, Биг просили проверить, Федор, Клипер, Люкслайт. Было даже несколько комментариев, просили проверить, какое максимальное избыточное давление выдержит зипа. Ну, это несерьезно. Накачивать бензиновую зажигалку, но в этом смысла, конечно же, нет, как мне кажется. В общем, решили мы не откладывать это дело в долгий ящик. Сбегал я в ближайший магазин, купил несколько зажигалок, которые были в наличии. И решили мы осуществить проверку следующих кандидатов. Крикет, Биг и Люкслайт. Люкслайт не турбо. Какой был в магазине, такой и взяли для проверки. Федора в наличии не было. У нас вообще в магазинах, знаете, Федора уже около года я не встречал. А про Клипер я вообще молчу, потому что, когда последний раз Клипер видел, это я уже и не помню. В общем, решили мы проверить вот такие вот три зажигалки. Ну, потом уже, если что, можно и другие будет проверить, пока на этих решили остановиться. Для испытаний мы взяли зажигалку и вклеили центральную часть от вентиля от бескамерной шины вместо клапана. В качестве клея был использован цианокрилат и соду. Самая обычная сода. Забыл химическую формулу, но это и не важно. Давайте посмотрим, что у нас из этого всего получилось. Поехали. В общем, взял я зажигалку, подсоединил ее к насосу и начал качать. Вначале все шло хорошо, но где-то выше 10 атмосфер стрелка начала клониться назад. В промежутке от 20 до 30 атмосфер уже стал слышен такой характерный громкий свист, а свыше 30 атмосфер насос просто качать отказался. Буквально секунду спустя давлением просто сорвало манометр, он сбил камеру и улетел в кусты. Такой вот фейл произошел. В общем, последствия этого бардака мы снимать не стали. Подумали, сейчас просто по-быстренькому все пересоберем. Были с собой хомуты, то есть подключил я опять-таки этот манометр, прикрутил его к нашей вот этой вот системе, подсоединили опять-таки, точнее он был подсоединен, но неважно, зажигалочку и начал я качать. Все шло вначале хорошо. Но в районе 30 атмосфер опять послышался свист. Стрелка, соответственно, опять начала клониться назад и где-то на 35 атмосферах благополучно выдавило давлением наконечник. Слава богу, он не летел и бежать за ним не пришлось. Там начало давление падать, я уже просто на 28 атмосферах сам уже спустил остатки воздуха. Стали думать, что делать дальше. В общем, добавили еще один хомут, благо они были с собой. Протянул я еще раз все вот эти вот соединения, чтобы никаких фейлов больше не было. И начали качать. И знаете, на этот раз все пошло хорошо. До того момента, пока стрелка не достигла максимальной отметки на этом манометре. Ровно 40 атмосфер. 40 атмосфер выдержал крикет. Но при достижении 40 атмосфер опять послышался свист, опять давление начало падать. Что-то опять-таки пошло не так. Нужно было выяснить, что. Потому что вариантов было два. То есть, либо у нас опять что-то со шлангами не так случилось, либо не выдержал крикет. Начали разбираться. Стало понятно, что радоваться рано. Несмотря на то, что со шлангом все в порядке. Ну и с зажигалкой тоже все абсолютно в порядке. Дело в том, что воздух стал проходить через место в клейке. Вот этого вот вентиля. Вместо для клапана. Циан-акрилат не выдержал. Ну, другие зажигалки мы решили уже не тестировать в тот день. Потому что, во-первых, и солнышко уже садилось. А во-вторых, что-то проверка какая-то странная. Выдержит 40 атмосфер или не выдержит 40 атмосфер. Нужно делать что-то другое. Ставить другой манометр в нашу пневмосистему. И как-то закреплять по-другому. Вентиль или что-то еще придумать, я не знаю. Если у кого-то какие-то мысли есть, как можно закрепить что-то в зажигалку, чтобы накачать ее до более 40 атмосфер, то обязательно пишите в комментариях. Потому что, ну, если честно, не знаю, что с ним делать. Эпоксидку тоже смысла нет использовать. Потому что в свое время проверяли на прочность бутылку из-под шампанского. Там 30 с небольшим атмосфер уже начинала пропускать эпоксидка. Поэтому не пойдет такой вариант. А с Квикетом что делать, я не знаю. Вот что с ним, с гаденышем делать? 40 атмосфер выдержал. А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, если видео понравилось. Пишите комментарии. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok